Время переживаний и надежд Городские хроники Крайний север Территория огромных возможностей Для роста отраслей креативной индустрии А значит нужно только взяться за дело И развивать его всем на зависть Специально для этого уже не первый год В Заполярье организуют масштабный форум Культ Арктика Арктика сейчас в центре внимания И когда жители России Хотят приехать в Арктику Они задумаются о том, куда поехать И мы хотели бы, чтобы ехали к нам Но если мы говорим не про гостей А про нас, про северян Для нас не менее важно Через культуру, через приобщение К нашим традициям Дарить вот это вот чувство Сопричастности Мурманской области Нашим детям и внукам, будущим поколениям Конечно основой экономики Заполярье Это металлургическая, горно-химическая Промышленность и логистика За последние годы удалось реализовать Уникальные проекты, поддержанные Президентом России Особую гордость вызывает Досрочное достижение поставленных целей В первую очередь речь идет О миграционном приросте И остановке оттока населения Задача и план на севере жить Не только большие проекты Это не только место для работы А прежде всего место для жизни А чтобы жить было интересно Должны развиваться креативные индустрии Это помимо досуга Альтернативной деятельности Это конечно еще и быстро растущий отрасль экономики Примером этого можно назвать Заполярный туризм и кинопроизводство Поддержка творческих людей И их проектов Важная задача для регионального правительства Поэтому в рамках мастер-плана В центре Мурманска Предусмотрено создание Своего дома для креативных индустрий В рамках форума Были подведены и итоги Выездной секции делегации Северных регионов Мы точно определились Что нам нужно делать совместный проект Потому что до вчерашнего дня Каждый из регионов Самостоятельно думал о развитии туризма На фоне того, что разрабатывается Схема территориального развития Русский Север и Арктика Сейчас мы получаем новые возможности Это не только возможности создать продукт А это возможности еще создать инфраструктуру Совместно отвоевать какие-то На федеральном уровне задачи Сделать маршрут по Белому морю Это наша была мечта А теперь это задача В рамках пленарной дискуссии Евгения Чибис рассказала Как с помощью культурных и экологических проектов В регионе можно объединять волонтеров Ключевых социально ответственных компаний Для усиления добровольчества А также анонсировала продолжение Популярной инициативы В этом году мы объявили Уже пригласили все корпоративные волонтерские группы На новый этап проекта От родника до океана маяки На реновацию маяка Териверский Известный российский телеведущий и уроженец Апатитов Андрей Малахов Который также принял участие в форуме Поделился впечатлением, что Мурманская область за последние годы Разительно преобразилась Я рад, что за последние три года Апатит и Киров становятся Такой туристической меткой И судя по цифрам, которые Опубликованы в минувшем сезоне Количество туристов, посетивших Горнолыжный курорт в Кировске Которые проехали через город Апатиты Потому что в данном случае Этот симбиоз работает хорошо Когда и туристы, приезжающие в один город И посещают другой Увеличилось И это хороший показатель Что край интересен Уж не говоря про Териберку, Мурманск И все другие места Всего в пленарной дискуссии Приняли участие более 500 человек Это представители муниципальных образований И учреждений культуры Мурманской области Органов управления культурой, туризмом И экономикой Санкт-Петербурга Архангельской и Республики Карелия Креативные предприниматели и творческая интеллигенция Развивать Север в скором времени предстоит Нынешним школьникам и выпускникам Среди которых немало талантливых ребят Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» Одна из наиболее престижных в сфере образования Учащиеся с 6 по 11 класс Могут продемонстрировать свои знания По русскому языку, естественным наукам Обществознанию, истории, праву, экономике, психологии А также по профильному направлению техника и технологии Победителем последнего в этом году в Мурманской области Стал 10-ти классник Алексей Павлов У меня есть большой раздел техника и технологии Я победил в одном из подразделов Это был транспорт Технологии наземного транспорта Я очень много занимался Также мне очень сильно помог мой преподаватель физики Клименко Мария Геннадьевна Песечал бесплатные занятия Подготовки к олимпиадам Ну и сам занимался Алексей учится в Мурманском политехническом лицее Его любимые предметы физика, математика и информатика В олимпиаде он принимал участие во второй раз После первой, менее удачной попытки Стал еще более усердно заниматься индивидуально По словам педагога и наставника Без стремления самого ученика добиться успехов невозможно Но при наличии желания главное работать в тандеме и поддержать инициативность ребенка Ему это нравится, он это делает Делает сам и делает под руководством учителей Поэтому вот такой результат Он заинтересован в результате Он очень много, он принимает участие во многих олимпиадах Помимо звезды он стал призером регионального этапа в СОЖ И это тоже важно Слово МПЛ славится высокими результатами в конкурсах для учащихся образовательных учреждений Школьники самого раннего возраста активно участвуют во внеурочной деятельности И потому неудивительно, что в рамках звезды есть призеры и среди шестиклассников Я обычно готоваюсь ко всем олимпиадам Мне очень нравится история Ну, также и другие науки Но для начала я выбрала именно этот предмет Потому что я всегда в нем уверена Также я собираюсь в других участвовать в олимпиадах Но пока звезда моя любимая Ну, для меня я очень люблю участвовать в олимпиадах Так как это огромный новый опыт, новые знания Это всегда очень интересно И я готовлюсь ко всем возможным олимпиадам Чтобы побольше поучаствовать, узнать что-то новое Но несмотря на личные мотивы, безусловно, есть стимул Ради которого ребята прикладывают все свои усилия Победители и призеры олимпиад получают льготы при поступлении в ВУЗ О поступлении думали многие участники последнего звонка Который состоялся в Мормонске В Долине Уюта молодежь танцевала, пела, общалась Заряжала эмоциями друг друга и гостей На празднике более трех тысяч северян смогли поучаствовать в играх Посмотреть трюки райдеров и выступления на фестивале молодежных субкультур Все круто, но мне кажется, самое крутое из-за того, что я могу здесь провести время С моими чиселями, друзьями В последний раз, наверное, так мы все собираемся Это грустно, но в то же время весело Не обошлось и без специальных гостей С праздником выпускников поздравили губернатор Андрей Чибис И известный телеведущий Андрей Малахов Я вам желаю, во-первых, сдать все, что вам положено успешно А во-вторых, все, что вы хотите от жизни получить Но, знаете, что главное предназначение любого человека Делать мир лучше И вот, пожалуйста, делайте мир лучше здесь и сейчас и в будущем У вас точно все получится Вы сильные, закаленные, вы настоящие Мы вас верим С праздником, с последним звонком! Мечтайте, ставьте цели перед собой И у вас все обязательно получится Так что с праздником, дорогие выпускники У вас прекрасная белая ночь Которая сегодня будет длинной И берегите себя и своих близких Не переключайтесь В этот день выпускники смогли не только повеселиться Но и подумать о том, чем заняться после окончания школы Студенты университетов и колледжей Рассказывали ребятам о преимуществах учебы в учреждениях в Заполярье И делились своим опытом поступления Прекрасно очень Я сходил к тем шатрам Там мне дали брошюрку Насчет колледжа, в который я хочу поступать Немного рассказали о моей специальности Потом сходил туда, повеселился Своим друзьям Немного порисовал Все чудесно Но перед поступлением в колледж или вуз Выпускникам еще предстоит сдать экзамен И пока же на удачу можно выковать себе монету Человек, верящий в свой успех, его добьется А монета может послужить материальным мотиватором В этот день в долине уюта молодежь смогла забыть о трудностях, предстоящего испытания и просто отдохнуть Последний звонок отметили и 59 учеников Нахимовского училища в Мормонске Примечательно, что это первые ребята, которые прошли весь путь обучения в филиале с 5 по 11 класс Перед главным административно-учебным корпусом состоялось торжественное построение Молодые люди услышали поздравления от своих педагогов и наставников На праздничные события пригласили и родителей, воспитанников училища, чтобы близкие люди могли разделить с ребятами их радость Действуйте с честью, уважением и умением поддерживать тех, кто нуждается в вашей защите и помощи Будьте лидерами, отправляйте окружающих на подвиги и добрые дела И помните, что личный и истинный мужчина – это тот, кто обладает силой духа, добротой сердца и мудростью разума Впереди у молодых людей экзамены, получение аттестата и, конечно, выпускное Дальше их ждет еще одна ступень, ведущая к взрослой жизни, которую нахимовцы планируют связать с военным делом Здесь был обретен такой опыт, здесь я обрел таких товарищей, своих наставников, которые меня сопровождали здесь 7 лет Поэтому какие-то чувства, сожаления, они попросту исключены Дальнейшие планы – поступить в высшее военно-морское учреждение, стать офицером российской армии и продолжать традиции военно-морского фонда Завершился последний звонок в Нахимовском военно-морском училище в Мурманске парадом Северный флот! Северный флот! Северный флот! Северный флот не подведет! Северный флот! 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 Северный ф